Смотрите, вот эта вот фотография была размещена на том самом сайте. Не хочу говорить автору, нельзя мне еще воевать с такими авторитетами людьми российского уровня. На его сайте, канале миллион с чем-то подписчиков. Очередная, опять нарисованная, нет, человеку погибает дерево, он в отчаянии, вот она вишня. Видали? Вот, теперь подключился мой брат. Господи, я еще думаю, у Бога моложе, е-мое, а мы с ним по годке. Кто после меня будет воевать? Он там будет? Ну, давайте смотреть. Юрий Железов ответил Евгении. Да, вы правы. И у нас в былые годы все сады были полны вишен. Полны. Прожая были отменные. Ученых, садоводов и советчиков полно. А избавиться от заразы не получается. Вот я и написал выше, хотя бы хоть кто-то показал результаты вылечивания вишен с фотографиями или с фильмом. Может кто-то найдется, кто сумел излечиться от этой заразы. Вот. Юрий Леонидович, не дождешься. Ни один человек не напишет, что я начал опрышкивать, у меня дерево стало опять это. Вот. Если это не сезонный фактор. Ну, давайте здраво. Экология. Опять же засуха. Опять же сильно мокрое. Это бывает то, что мы называем. А, вместо зимы, лето. У меня был случай, не называя фамилию. Один из крупнейших, которых я уважаю, я многих уважаю, ученых. Значит, прислал мне черенки из абрикоса. Пока они шли, у них, видимо, в это время, вряд ли он мне высылал. Короче, почки были все черные. Когда я ему позвонил, он психанул, а деньги-то я выслал. И психанул и сказал, а что же вы хотите? У меня особая память, она называется избирательная. Ничего не помню, но вещи, которые помню, в грамму буду помнить. Значит, что вы хотите? Ноябрь плюс декабрь плюс январь плюс зеленая трава, потом 20 градусов мороза и все. Ну, понятно, что, допустим, это ее случай. Мне тоже не говорит, что это не так. Мы этого не знаем. Но давать человеку советы, даже этого не зная, как можно. Ну, а дальше, ну, что вспоминаем, фунгициды, опрыскать и все будет. А есть еще масса других. А сколько она вырезала, мы не знаем. Не знаем? Вот. Посадила в корень и корневую шейку. Ну, давайте вспоминать прошлый вебинар. Я там 10 пунктов набрал. А здесь мы в учебу собрались. Единственное, здраво, я прочитал только вот это. Покажите, вот. Мы лечили этим фунгицидом, там, чем угодно, медный купороз, любой купороз. Все. Светлана Рязанова. Это там же, это комментарий. Я не стал все комментарии, там много глупостей. Самая умная оказалась, представляете, мой брат что-то умно написал. Ну, это ж нормально. Самое, ой, хорошо, что тут замолчали эти две подруги, твои мои враги, выпустил себя. Почему? Было бы тут перед этим, попрыскайте фунгицидом, ты бы сейчас опять такой бы получил в ответ. Помнишь, нет? Вот. Что в мане нажил? Было? Так вот. А они замолчали. Неужели дошло что-то? Что это? Если умирающего человека попрыска дезодорантом, он станет, запах появится у него прекрасный. Или дерево, это ж, медным раствором, чтобы оно взяло и начало опыляться, оно все равно умрет. И так и тут, если есть причина на то. Читаем. Светлана Рязанова боролись, боролись, и в этом году все вишни убрали и сожгли. Горько. Биолаборатория не зря по соседству, рядом с Россией, со всех сторон. Вот и это ее версия. Она нестандартная. Это вам не это, теми рязицы эти самые. Опрыскиваете умиращее дерево. Думаю, что эту заразу давно завозят в Россию. У нас кого только нет, или чего ждать. Так вот, милые мои, милая Светлана, я с вами не согласен. Нам надо убрать свои причины. Вот эта вот рука женщины, одной из самых страшных, опасных людей в стране. Опасных для садов. Вот. У нее десятки фильмов. Каждый раз это вот смотрите. 25 тысяч подписчиков. А фильмы просмотром невероятное количество. Сотни тысяч. Ладно, она показывает. Видите, вроде что-то зеленеет. Но она и в октябре, и в ноябре учит резать. Учит на полном серьезе. Дальше, чем ветки растущие внутрь, растущие, пересекающиеся, вниз растущие, вертикально. В общем, дальше она не знает. Она повторяет, повторяет. И каждый человек теперь знает, что это дерево умрет, если его не скалечу. Не будет луносить, если не скалечу. Вот он, враг. Причем враг такой. Я жалею. У нее очень предельный возраст. Вот. Очень предельный. Вот. А ну она еще столько беды принесла. Куда ни залеза, везде она. И вот они умудрились создать. Они. Она не одна. Центр поддержки с одного домеогородника. Вот. И тогда я, насмотревшись в ужасе, в дичайшем ужасе. Ведь есть уже... Вы думаете, зря я выбрал именно этот. Я сделал фотографию с экрана. Обрезка вишни весной. Кто тебя просит-то? Ведь ты же знаешь, что вишни это ни хрена, ни это. Они исчезают. Вот. Это же не шутки. Убрали, сожгли. Кто ее отучит от этого? Я же говорю, нужно на самом высоком уровне. Кто-то должен дать команду ФАС. Кто-то должен команду ФАС. Или этой... Той матери этот центр закрыть, чтобы... Или быстро переучиваться. Правильное дерево родилось... Правильное, видите? А дерево неправильное. И вишни неправильное. Правильное дерево родилось в воспаленном мозгу одного авторитета прошлых веков. А на самом деле сумасшедший дом. Почему? Не надо резать, центр не нужен. Понимаете, он не нужен, если не резать. Дальше. Это... Мои рассуждения. Современная агротехника выдумана. Надо было написать, высосана. Из пальца. Это заработки на чужом горе. Вот сейчас еще тысячи... Это самое. Ну, пока тут у нее... Недавно... Пока у нее там около пяти тысяч просмотров. Ну, уже за десять тысяч деревьев будет уничтожено. И смотреть будет только те, у кого вишни есть. Вот. Теперь. Допустим, предел морозыка 65 градусов. Вы понимаете, что каждая отрезанная ветка – это 34 предел морозыка. Еще отрезанная – 33. Она этого не знает. Она не знает, что зимой живет в России, где, ну, хотя бы минус 10, минус 20. Бывает минус 30. Ну, редко там больше. Еще одну ветку отрежет – уже минус 30. Еще одну ветку – минус 25. Как? Вот не укладывается в голове. Смотрим дальше. Как в доме с разбитыми окнами сохранить тепло? Вот. И вот получается так. Было придумано два направления заработать. Первое вот это, а не это самое. Вы знаете, что там дальше пойдет? Правильно, реклама. Зарабатывать. Но если она подойдет дерево, скажет... К чего-то к нему-то, этому-то пристало? Какое загущение? Ветки неправильные. Что за чек такой? Вот. Но заработать надо, а не же реклама. Это раз. Так. И получается два направления заработать. Использовать звериную технологию, доказывая, что она не звериная, а она только на пользу. Я вот эту. Вы понимаете? Вот таких детей, вот этих детей. И так жалко. Вот она приехала, сада нет. Миллион 250 тысяч отдана. Ещё им несколько лет жить сюда только доездами. Через сколько лет ещё дом построим? Ну, она-то приехала. Вот мы, это самое, через это мы уже едим. Жимолочь мы едим. Вот ради этих детей. Как остановить вот это вот? Садоводство превратили в сумасшедший дом. Второе. Реклама. Лечение изувеченных деревьев. У меня там ниже будет. Вот столько надо купить, и всё это почти каждый день. И лить на дерево, и лить, и опрыскивать, и гробить себя. Вот. Научили бы. Ай, всё. Итак. Я всё время вспоминаю себя. Совершена была страшная ошибка. Я думал, да, ребят, буду говорить всё, что хочу. В конце покажу 50 фотографий. Вот. Я хотел... Нет, на следующий год меня позвали, но я был в шоке, я уже не поехал. Идут, зачем меня позвали? Меня же отключили в микрофон. Вот. А я знаю, зачем. Тогда была жива ещё редактор этого представительного хозяйства, с которой я дружил. Вот. Нас пытались всё раздружить. Вот. С Тамарой Александровной. Почему? Потому что это было настолько... Уже против меня поднималась волна ненависти. Я ниже покажу. Как так? Пусть не все газеты, но многие уже писали вот эту звериную технологию. Вот. И она опять устроила мне приезд в Москву. И опять за свой счёт. А уже сердце. Вот. Она мне первый раз отпаивала там, когда меня с трибуны попросили. Фактически попросили, да? И тогда я подумал, как? Кто-то повторит мой эту путь. Это должно быть так. Вот те 50 фотографий, которые запретили показывать, они были закачаны в компьютер. Ну, вот так вот раз, минуты две. Я говорю, покажите, я уйду. А вот мне надо было их показать. И вы, кто из следующих будет там порядок наводить в тех сферах. Имейте в виду. Значит, показать, сказать, что... Ну, не успели подключить, что вот таких абрикосов, слив, персиков с пределами расстояния, надеюсь, гораздо больше. С плодами вкуснее, сладче, крупнее. Вот. Раз нету, пожалуйста, исключите неправильную крону. Понятие неправильной крону. Унистражение дёрна. Приближение плодоношения. Знаете, как страшно деревья испытывают это приближение? Как это калечит, чтобы раньше плодоносило? Ведь это же на полном серьёзе. Вот. И потом пусть отключают. Субтитры создавал DimaTorzok